Медицинская виза в Канаду. Прежде всего нужно сказать, что в канадском иммиграционном законодательстве нет понятия «медицинская виза». Для въезда в страну на лечение нужно оформить гостевую визу. Такую визу еще называют визой на временное проживание. При запросе такого разрешения на пересечении границы необходимо подтвердить цель визита, аргументировать, что в конкретном случае требуется медицинская помощь канадских специалистов. Подача заявления на получение гостевой визы осуществляется онлайн или в бумажном виде. Срок оформления зависит от страны гражданства заявителя. Гостевая виза дает право находиться в Канаде до шести месяцев. В пункте въезда офицер пограничной службы может разрешить пребывать меньше или дольше этого срока и поставить конкретную дату выезда. При необходимости можно подать заявку в посольство на продление срока пребывания в стране. Иностранному гражданину, который намерен въехать и остаться в Канаде на временной основе для получения услуг частной медицины, необходимо получить приглашение от местной клиники путем подачи выписного эпикриза. В документе описывается состояние здоровья иностранца, включая информацию, когда началась болезнь и часто ли повторялось, какие процедуры и анализы проводились, какие препараты назначались и в каком количестве, а также результаты лечения и выдержки из медицинской карты. Эпикриз должен быть подписан лечащим врачом и заведующим больницей, а также заверен печатью. Для получения медицинской визы в Канаду необходимо следующее. Первое. Взять подтверждение из клиники в стране постоянного проживания. Для этого иностранец обращается в больницу с жалобами, сдаёт анализы по назначению врача и получает результаты. Пациента обязательно должны поставить на учёт и сделать записи об этом в медицинскую карту. Второе. Подать заявки в несколько медицинских центров Канады. Так иностранные граждане могут оценить примерную стоимость лечения. После получения приглашений от канадских клиник нужно выбрать оптимальный вариант. Собрать пакет документов. К приглашению прикрепляют перечень процедур для лечения иностранца, а также указывают сроки пребывания в стране. В пакет документов входит анкета в установленной форме, фотографии, паспорта, социальные и финансовые выписки, обязательная медицинская страховка. Третье. Подтвердить свою финансовую состоятельность. Для этого иностранец открывает счёт в одном из банков Канады и переводит не менее 50% от полной суммы, которая нужна на лечение. Также понадобится налоговая декларация за последние 6 месяцев с указанием уровня дохода. Если информация, изложенная в видео, была вам интересна и полезна, пожалуйста, поставьте лайк под видео и подпишитесь. Если у вас есть вопросы относительно содержания данного видео или пожелания, для следующих видео, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Удачи и до встречи на канале Виннипик Канада.